Всем привет, ребята, меня зовут Богатий Ищиди, и добро пожаловать в новое видео. Это будет небольшое включение, потому что я решил все-таки разобраться, что вообще происходит. Сейчас эта информация начинает распространяться везде, и неудивительно, ведь в прошлом члены Конгресса США уже не раз были замечены в инсайдерской торговле. Когда они покупали или продавали перед каким-то важным событием, черным лебедем, который становился известен публике только после завершения конгрессменами своих сделок. Вообще это дело наказуемо, так, например, около недели назад брата бывшего менеджера Coinbase засудили на 10 лет за инсайдерскую торговлю. Миньюз США назвал это первым в истории случаи лишения свободы за инсайдерскую торговлю в криптовалютной индустрии. Итак, хочу начать с этого твита. Как только во вчерашнем видео я рассказал о том, что США стремится перенести производство на свою территорию, президент Байден написал следующее. Вместо того, чтобы экспортировать рабочие места, как мы делали это десятилетиями, мы теперь создаем рабочие места и экспортируем продукцию. Еще одно подтверждение тому, что они переносят производство на свою территорию из других стран. Это и есть создание рабочих мест, о которых говорит Джо Байден. Также он говорит о том, что они буквально импортируют тайванцев, чтобы они строили чипы, об этом мы тоже говорили вчера, и продают землю иностранцам, чтобы компании, чьи акции принадлежат, например, Нэнси Пелоси, могли экспортировать из Америки. Но вот это уже интересно. Компании, чьи акции принадлежат Нэнси Пелоси. Напомню о некоторых событиях, связанных с этой персоной и компаниями, чьи акции она покупала. Пелоси и ее муж попались на продаже активов в Китае и акций на рынке за пару дней до того, как была объявлена пандемия и общенациональные локдауны во многих странах мира. Эти продажи, если посмотреть на график, происходили прямо перед вот этим коронавирусным обвалом в марте 2020 года. Но их инсайдерская торговля работала и в другую сторону. Есть подтверждение, что муж Нэнси Пелоси покупал акции компаний до того, как они взрывались и выходили какие-то отличные новости с ними связанные. И вот 15 января 2023 года выходит предупреждение. Нэнси Пелоси только что продала акции на миллионы долларов. Похоже, что она, как обычно, что-то знает. Какие же акции она продала? Собственно, на этом скриншоте ты их и видишь. Это Тесла, PayPal, Google, Netflix и другие. Интересно, что она их продавала с убытком. Минус 66 тысяч, минус 424 тысячи, минус 511 тысяч и так далее, и так далее, и так далее. Огромные убытки на самом-то деле. Зачем она продавала свои акции в убыток? Здесь ходит множество теорий. Кто-то предполагает, что нас ожидают плохие новости и еще одно большое падение. И Нэнси Пелоси об этом уже знает, поэтому и продает. Ну, вполне достойная версия, почему бы и нет. Но лично я хочу указать на два момента. Первый момент. Очень интересная диаграмма. Посмотри-ка на нее. Похоже, что инсайдер из Нэнси Пелоси оказывается так себе. Ведь из всех членов Конгресса ее результаты за 2022 год оказались хуже всех. Но самый главный момент. Обрати внимание на даты продажи своих акций. Это 20 декабря, 28 декабря, 21 декабря, 29 декабря прошлого года. То есть она сливала акции не сейчас, не 15 января, а за неделю до завершения года. Зачем? А это то, что называется Tax Loss Harvesting. Что это такое? Это продажа акций с убытком для компенсации налоговых обязательств на прирост капитала. Короче говоря, ты списываешь убытки, чтобы получить налоговый вычет. Вот такая вот лазейка в законе. Такое обычно делают за неделю до нового года. Почему? Потому что, чтобы заявить о возмещении убытков по налогам за текущий год, вам нужно продать инвестиции до окончания календарного года, а затем сообщить о действии при подаче налоговой декларации за год. Вот и все. А теперь посмотри еще раз. Нэнси Пелоси продавала акции в убыток за неделю до завершения 2022 года. Ну, мне кажется, все сходится. Так что я думаю, что вариант с возмещением убытков по налогам наиболее вероятен. И весь этот фат, который начали распространять в социальных сетях, не имеет никакого смысла. Ну, а что думаешь ты? Напиши в комментариях. Будет интересно почитать твое мнение. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся сегодня в новом видео вечером. Субтитры сделал DimaTorzok